Если вы хотите узнать, как самп на андроид может быть уничтожен, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Всех, как и полагается, приветствую. Не так давно в своих видеороликах я начал, знаете ли, вот так размышлять на высокие темы насчет вот именно сампа на андроид. Не какого-то определенного сервера, а вот именно вот этого, знаете, андроидовского сампа. То есть, как он будет развиваться, что вообще с ним будет. В примере успешного, уже, знаете, удачного развития приводил такие каналы на вот этом вот самом мобильном GTA самп сегменте, как Мистер Аллен. Да и, в общем-то, все. То есть, никаких более каналов нет. И сегодня мы с вами именно об этом и поговорим. Ну, как вот именно об этом? Темы, конечно, они, знаете, будут немного родственные. Однокоренные, возможно. Тем не менее, грани различия у них в той или иной степени все равно имеются. И тут мы чего-то вот такого, знаете, одного не узнаем, я думаю, ну, долгое время. Это вот в данном видеоролике, опять же, я, наверное, должен сказать, потому что многие из-за названия могут зайти, могут поставить дизлайк и сделать все прочее. Это чисто мои предположения. То, как я вижу всю вот эту ситуацию. Вот все-все-все прочее. Сейчас, как вы можете знать, сам по вот на мобилках, на всем прочем, он на подъеме. Из-за того, что, ну, практически у каждого, наверное, человека, да, у каждого, ну, практически у каждого человека есть телефон. И тем самым, то есть, более-менее подходящие системные характеристики к мобильным вот этим вот всем лаунчерам. Вследствие этого, практически любой здравомыслящий человек, ну, такой, который хочет поиграть на каком-то сервере сам, при этом у него нет компьютера, он, разумеется, может сделать при помощи телефона. И тут-то все понятно, то есть, трафик на мобильные видосы, видосы по мобильным вот этим всем играм, он идет такой, знаете, ну, заманчивый достаточно. И это привлекает большое количество ютуберов, но пока что, вот, я каких-то определенных найти не смог. Вроде как, знаете ли, Бармалей там что-то еще начал делать, какие-то, знаете ли, развития, там, я не знаю, от бомжа до миллиардера и вот все вот эти прочие вещи на мобилке. Но вот каких-то таких, знаете, более-менее жестких ютуберов по именно мобилке, я их что-то найти вообще не могу. И это плохо, это очень плохо, потому что даже вот когда я хочу рассказать вам о какой-то новой мобильной новости, о чем-то вот всем вот этому, знаете ли, прочем, потому что у меня ролики по мобилкам, они собирают достаточно большое количество просмотров, ну, не то чтобы большое, но больше, знаете ли, по статистике всего канала. То есть, ну, в самом деле, я думаю, вы это как-то понимаете. И вследствие этого я ищу какие-то новости, потому что основная тематика моего канала, это, разумеется, рассказ о каких-то новостях из вот этой вот самповской сферы по-другому. Делать ролики каждый день, ну, просто невозможно, если то какие-то, знаете, только смешные зарисовки, возможно, пародии и все прочее, но это, разумеется, не снимается за один день. Там нужен сценарий, там нужна какая-то, знаете ли, актерская работа, актерское мастерство. Мобайл это, конечно, всегда хорошо, но я бы открыл новый сервер Advanced RP. И останавливаемся вот конкретно на новостях, которые нам вот в данном случае и нужны. И вот я, допустим, как ютубер, желающий снять видеоролик по вот новостям из мобильного вот этого GTA Sample, мобильного вот этого всего, GTA Mobile и все прочее. Я захожу в специализированные журналы по мобилкам и не могу найти абсолютно точно никакой новости. То есть все новости про проекты мобильные, это либо у них открывается новый сервер, на который вот там они планируют забить его, там сделать все хорошо, там акции X2 донат, X555 опыт и все-все-все прочее. То есть что-то наподобие того там имеется. Там вот все это есть. Но дальше ты листаешь в надежде найти что-то нормальное, потому что рассказывать про то, что у какого-то проекта на мобильном вот этом GTA Sample, андроидовском, открывается новый сервер, новый проект. И так в каждом ролике, посвященном мобилке, ну, будем честны, это хуёво. То есть так или иначе нужно разбавлять каким-то контентом. И вот все равно одни новости они идти не могут. Допустим, вчера у меня вышел такой, знаете ли, пародийный ролик в пародийном ключе, в котором я пародировал людей, которые, знаете ли, постоянно топят за абсолютный роли-плей против Аризоны РП и говорят, да вот, у нас на Абсолюте все заебись, а у вас на Аризоне как бы все плохо, потому что этот пародийный ролик, он уже собрал неплохо просмотров, неплохо лайков, неплохо дизлайков, комментариев и всего прочего. Если вы его еще не видели, то как бы я настоятельно рекомендую вам его посмотреть. 5 минут это не напряжно, это можно посмотреть в кругу друзей, в кругу, возможно, семьи, вот всех-всех прочих людей, поэтому я думаю, что, ну, это не составит особого труда. Так вот, я, листая какие-то журналы по мобильному вот этому GTA-сампу, планирую найти какую-то новость для того, чтобы ее обсудить на своем канале. Листаю, листаю, листаю и толком не нахожу абсолютно точно ничего. То есть, либо это там открываются какие-то сервера, либо какой-то там, знаете ли, новый маппинг, либо, опять же, какой-то, я не знаю, стартап вот планирует открыться, планирует ворваться вот в эту всю GTA-сампускую игру, возможно, ее перевернуть, возможно, там, я не знаю, под нее как-то залезть, пробраться и вот сделать все прочее. И вот это все новости по GTA-сампу на данный момент. Почему так происходит? Ну, наверное, потому что, как я уже и говорил, ютуберов очень мало. То есть, есть, допустим, какой-то я, которого, опять же, мало кто знает по мобильной вот этой вот всей тематике. Есть Бармалей, которого, опять же, все, наверное, знают просто как летсплейщик, и ни на что более он не годится. И есть Мистер Аллен, который, я вообще не понимаю, что он снимает, у него разнообразный контент, но при этом такое чувство, что он однообразный весь. И вот, ну, у меня какой-то диссонанс от всего этого случается, я на все это смотрю и думаю, ага, ага. И, разумеется, про вот этих вот всех ютуберов, про вот эти вот все сервера, сколько бы их не было, тем не менее, когда они снимают одни летсплей, там, ну, знаете, никаких конфликтов у них не будет, никаких-то там вот этих вот, знаете ли, прочих вещей, которые могут написать вот в это вот самповское издание, журнальное для андроида, и которое можно было бы нормально обсудить. Вследствие этого теряется уникальный контент, помимо летсплеев, и о мобайле узнает меньше людей. Тем не менее, человек, который, допустим, долго играет вот в GTA сам, он, предположим, на том же Сан-Тропе или на Аризона Мобел, айпишник, кстати, в описании находится, допустим, что он там играет достаточно долго, много и так далее, и вот в один момент он, знаете ли, устраивается на работу, или его родители устраиваются на работу, и покупают ему компьютер. Разумеется, он и хочет поиграть на компьютере, в этот самый GTA сам, потому что постоянно там говорят о каких-то серверах, которых нету на мобилке. И вот в этом, кстати, еще одна проблема, то, что не все вот эти вот ПК-шные сервера портируют на мобилку, то есть, ну что портировали там, не знаю, Аризону, РП и все? То есть, больше там ничего нету? И, типа, ты такой думаешь, блядь, что-то все не особо хорошо, видимо. И, типа, ну такое себе. Вот, поэтому, типа, контента для мобильного GTA сам пока что очень мало. Да, он развивается, но если что-то новое в него не привнесут, то рано или поздно он потеряет свою актуальность, и вот те ютуберы, которые сейчас поднимаются исключительно на мобилке, они уйдут в небытие. Поэтому, ну, не особо хорошо. Однако, хочу сказать, что у меня на канале есть разнообразный контент. Вот, недавно, допустим, вышел сам по обзору сезон 2 новый под названием «Паразиты». Посмотрите, всем понравилось, всем хорошо, всем отлично. Зашло все это после того, как посмотрите. Напишите комментарий более четырех слов, и все у вас будет замечательно, отлично и круто. Но геймплей данного видеоролика снят на Arizona Roleplay Phoenix. IP данного проекта, а также, вернее, сервера, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика. Заходите туда, узнавайте обо всех новостях, обо всех изменениях и обо всем прочем. Также там есть ссылочка на мой телеграм-канал, там тоже публикуется много всего, допустим, Arizona Mobile или оповещение о видосах и вот все-все-все прочее в этом контексте, в этом духе и все-все-все прочее, как я уже и сказал. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока!